Я сегодня в гостях у своего нового друга из города Ижевска, Елены Шмыковой. Сейчас она вам более подробно расскажет, о чем мы сегодня пообщаемся. Ну и передаю слово имя. Мне слово. Я имею последнее мое образование, это монтесури-педагог. И помимо этого, основная моя деятельность, это актово-розичная торговля игрушек и развивающих игр. Так вот, для меня очень важно, чтобы игрушки не просто играли, а чтобы они развивали, желательно мозг детский. 70% мозга растет до 7 лет. Ну, я так выражаю, некрасиво может быть и утрирован. И только всю оставшуюся жизнь 30%. То есть, представляете, какая колоссальная задача лежит на педагогах, на воспитателях детского сада, ну вообще на родителях. Потому что 70% мозга растет до 7 лет, это тогда, когда ребенок ходит в детский сад. И вот в 7 лет он идет в школу. Когда уже закрыты очень многие сензитивные периоды, и учиться становится гораздо сложнее, чем тот момент, когда в ребенка можно вложить очень много полезной и нужной информации. Мы живем сейчас век информации, но я считаю, что только 10% нужной информации можно найти в интернете. Очень много мусора и хлама. И родители наши, ну я не знаю, со звероподобным чувством согласны и очень хотят, естественно, чтобы у них рос умный и интеллектуальный, естественно, грамотный ребенок. И вводят его во все кружки, какие возможно. Нужно, не нужно, можно в этот период жизни или нельзя. Так вот, ну как бы вот надо читать правильную литературу. Лишь бы ходили, лишь бы мой ребенок был умный, интеллектуально развитым, поступил в хорошую школу. Они желают добра, это все понятно. Но куда они водят? Зачастую они же не присутствуют там. Что это получается? Это, ну, это очень много неправильного, так скажем. Так вот, мы сейчас живем в эро потребления. И вы сами знаете прекрасно, что детки сейчас рождаются совсем другие. И требования к игрушкам должны предъявляться совсем другие. Игрушка должна быть не просто с одной функцией, она должна быть многофункциональная. А эра потребления в чем выражается? Каждые 5 минут ребенку нужно новую игрушку, новую машинку или новую куклу. Вы же понимаете, что покупая куколку или игрушку, это интересно ему ровно на 5 минут. И он снова говорит, мама, купи мне новую игрушку, новую машинку, вы идете снова покупать. И так до бесконечности. Такое ощущение, что ребенок в машинке или в куколке что-то хочет найти такое, и не находит. И снова туда, и снова новую игрушку, и снова новую куколку. От чего дети прилипают к компьютерам, к смартфонам, к телевизорам, ко всему на свете. Надеюсь, что там что-то пойдет. Но вы же понимаете, что сейчас вообще считается компьютерная зависимость номер 1 в мире. Об этом не говорят и не пишут. Это считается номер 1 по заболеваемости. Но это просто глобальная заболеваемость. Это глобально просто. Считается, что сейчас наркозависимость, алкогольная и табакокурение, это вообще на вторых местах. А на первом месте и существует единственный институт, который лечит от информационной зависимости. Он находится в Японии. Говорят, очередь на него расписана на 10 лет. Вы же понимаете, что ни один олигарх, и я не знаю, если вы читаете и смотрите интернет, ну, везде написано, принц, вот семья наша королевская, которая в Англии, да, принц, они отобрали телефоны, и это правильно, у своих детей. А зачем? Они посещают правильную Монте-Сори школу, правильную Монте-Сори детский сад. Это отдельная тема для разговора, так скажем, да, почему именно это все. И они понимают, что это вообще очень страшно, а все остальные должны, ну, ведь это для чего-то, опять же. Так вот, уже давно существуют игры, которые заменяют компьютер. Уже все, практически, я не знаю, там, сатирики смеются, что компьютер мозг не развивает, развивает мозг у пальца, указательного. Ну, это вот, я задором, я не знаю, шутит так. То есть, вот, мозг у пальца он развивает, к нашему мозгу никакого отношения он не имеет. Так вот, если перенести вот эту вот игру, я не знаю, ни разу не играла в игры, танчики, ну, танчики вот эти вот, да, любят играть, бойки, танчики всякие разные. Если перенести его в настольный вариант, мозг видит эту игру как в первый раз. Представляете, там ты прошел 4 уровня, мозг наш компьютер. Он видит эту игру, конечно, это, ну, это иллюзия, то есть через 15-10 минут он так вот начнет. А так вот это, представляете, ой, а как это играть? То есть, ну, вот таким образом. Естественно, потом он все это догонит. Но никакого, еще раз говорю, отношения к этому не имеет. Так вот, все, что мы, мозг развивается у нас только благодаря рукам. То есть, руки считаются продолжением мозга. Все, что мы делаем руками, мозг развивает. Все остальное, ну, никакого отношения не имеет. Отсюда речь, ну, много всяких разных таких вот паттернов. Очень много информации, вот Елена говорит, а вот хотелось бы вот перейти ближе к делу. Вот в наш век информационных технологий, что ты можешь предложить людям? И вот как раз замена компьютеру, это вот те игры, которые имеют все то же самое абсолютно. Такие же 4 уровня сложности. Вот я сейчас покажу, например, вот на этой игре. Как в компьютере, вот, посмотрите, 4 уровня сложности. Как будто как диск даже. Принцип от простого к сложному. Это магнитная игра, такая, дорожный такой вариант. Принцип от простого к сложному. Все игры от 2 лет до 99. Мозг – это орган. А любой орган, вот, кстати, мозг, он призван, призван решать всегда задачи, трудные задачи. Если мозг не решает, а только ходит на работу, в огород, в магазин, телевизор, и же с ними такие вот обычные потребности, обычные потребности, есть такое понятие апоптоз. Мозг говорит, а зачем я тебе? Это ты не делаешь, на семинары ты не ходишь, книги ты не читаешь, умная, да? Ну, какие-то вещи ты не решаешь. Зачем я тебе? И откуда вот эти, опять же, страшные заболевания, которые мы слышали, мозговые нарушения, Паркинсон, Альцгеймер, ну и потеря памяти, естественно. Память-то куда ее деть? То есть память-то – это одна из частей мозга, да? И поэтому все, мозг говорит, до свидания, как ходил в огород, так и ходил в огород. Зачем я тебе? Так вот, эти как раз игры, они способствуют синхронизации левого логического полушария и правого творческого. То есть век нашей креативности. Откуда у детей? Вы им один вопрос, они вам 15 ответов. Ну вот как? Они же креативщики, они же творческие дети. А мы не понимаем, если тебе задал вопрос, ты один ответ мне только выдай, да? Как? Я же буду теряться. А он тебе, мамочка, там, как ты не можешь понять? Вот это, вот это, вот это, вот это. У них еще раз говорю, вот это такие, слава богу, умные, творческие, развитые детки. И для них совершенно другие игрушки, надо совершенно другие задачи. И поэтому любая игра, она имеет как раз… Вот, например, я покажу игру. Это просто хит. Цветовой код. Здесь 100 заданий. Понимаете? Вот эта игра 100 заданий. Сейчас Новый год. Все бегут за брендовыми игрушками. Покупаете машинку, куклу, она стоит 2000. 2000, это минимум. Сейчас стоят просто игрушки ровно на 15 минут, ну на пару дней. А здесь мы решаем с вами просто… Ну, сейчас Алексей как раз попробует и поиграет в это. Принцип. Вот 100 разных заданий. Такая книжечка. Первое задание, естественно, легкие, выделены цветом. Ну, от простого к сложному. Дальше уже вот понятно, да? Более мастер-шипа. Первое задание. То есть я считаю, что вот игра, я не буду обманывать, можете посмотреть. Эти игры как раз вот можете заснять от до 99 лет. Посмотрите. От 2 до 99 лет. Подходит игра всем. И это я так понимаю на несколько человек. Да, можно и на несколько человек. Сейчас мы попробуем. В принципе, нужно сделать вот такой вот орнамент или узор, как хотите. Даже 2-х летнему ребенку. Вы не давайте количественно вот эти вот такие вот 18 разных разноцветных таких вот карточек. Я вот вижу уже, что красный квадратик. Да. И, да. А 2-х летнему ребенку дайте только то, что изображено вот здесь вот на… Здесь. Так. И вот так. Все, 2-х летний ребенок сможет это сделать? Ну, в принципе, да. Да. То есть вот это не давайте, а дайте только вот это. Все, он сможет это сделать. А теперь принцип понятен, Алексей? Да, конечно. А теперь давай попробуем. Сейчас мы даже засечем время, потому что у меня есть такой мониторинг я провела уже. Кто как собирает по количеству времени. Вот участвуют вот все эти 18 карточек. Из них нужно что-то выбрать и собрать вот такую картинку. Леша, вперед. Играя в эти игры, вы знаете, вот на самом деле там настроение плохой, депрессия, там стресс, хочется спать, ничего не хочется делать. Вот любую игру берете и такое ощущение, что включается мозг. Все, сон проходит, какой-то интерес в глазах, я не знаю, даже вот ощущение, что искорки даже. Я вот это не могу вот это вот сделать. А, ну вот это же детские игры, Леш. Сколько тебе было? Да, 28. Да? Здорово.